Культурный код Югры За прошедший год произошло достаточно много изменений Я кардинально изменил свою жизнь Основной вид деятельности сменил Раньше я работал в школе, был служителем образования Теперь я, как это нынче модно называть, самозанятый Работаю сам на себя В программе зарегистрировался? Естественно, плачу налоги 4% с физических, 6% с физических лиц Плати налог, благо это система вообще прогрессивнейшая Она сама напоминает тебе о том, что ты должен его платить Она даже сама у меня списывает его Ты работал в школе, ты занимался квартирником Ты писал, исполнял песни чужие, исполнял песни Замечательные кавера, участвовал во множестве программ Радио и теле Было, все было, каюсь Ты устал? Ты устал? Нет, я просто понял то, что... Не то, чтобы понял В определенный момент я столкнулся с тем, что у меня не хватает времени на все И мне нужно что-то исключать Вот, и я просто сел Я человек очень прагматичный Я сел, просчитал Грубо говоря, просчитал бюджеты финансы Потом прикинул риски И, исходя из этого, и последняя у меня графа была то От чего я вообще никак не могу отказаться Из душевных, скажем так, этических соображений И поэтому мне пришлось отказаться от моей официальной работы в школе И я ушел в свободное плавание Квартирник, почему-то где-то так с 10-13-го тире года Это стала крайне популярная форма И просто выражение, в общем-то, да, своей музыкальной мысли у многих исполнителей Но и жанр, как бы, телевизионной и радиопередачи Как ты считаешь, с чем это связано? Слушай, видимо, истосковались немножко люди по камерности Как бы шоу насмотрелись По подпольности? Нет, не сколько подпольности, сколько камерности именно Потому что прошла и была в свое время вот эта эпоха квартирников Маленьких вот этих встреч Потом наступало, все расширялось Наступала эпоха больших шоу И как бы, и в определенный момент люди соскучали по камерности И как бы поняли, что можно и шоу больших смотреть И наслаждаться ими Но и в то же время и камерными, уютными такими атмосферами Искренности, вот это тет-а-тет Когда вы чуть ли не лично видитесь с артистом Чуть ли не потрогать его рубашку можете Видимо, народ соскучился И поэтому, да, пошла новая эта мода Ну и Евгений Шлимич, естественно, своим квартирником у Маргулиса Задал огромный тренд Когда это уже было под конец, если я не ошибаюсь, под конец десятых годов Вот, и там начали уже активно везде квартирники Но что меня в свое время огорчало Когда я еще работал в Егорском государственном университете Да вы, батенька По образованию пролач Да, да Вот, там тоже в свое время появилось вот это Решили возобновить историю квартирников Но, видимо, из-за незнаниям отчасти Они назвали квартирниками все, что не попадя И это маленькая ремарочка в скобочках И до сих пор иногда называют Вот, потому что есть такой формат Мы сейчас называем это форматами А раньше это не называлось слово формат А есть такой формат, как капустник студенческий Вот, его они почему-то с упоением называли квартирником Вот, а я как, скажем так, борец за правильность определений И частоту терминологии русского языка Очень всегда по этому поводу негодовал Но хорошо хоть вспомнили это слово И возрождают форматы Я сделан из старых ненужных вещей Винила на 78 Из порванных струн И разбитых идей Из песен Про лето и осень Из писем подруг Из газетных статей Стремительных встреч и прощаний Полетов, падений Привычных услуг И данных Пустых обещаний Я сделан из неба цветов и любви Из ночи и дня без обмана Из длинных дорог Из воды и земли Из холода И из тумана Я соткан из дыма И верных друзей И разных сомнений Истин Из горя и радости Света теней А может Из чьей-нибудь мысли Я сделан из старых Забытых вещей Оставленных кем-то на входе Я сделан из очень Хороших людей И мне это очень подходит И мне это очень подходит И мне это очень Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!